Здравствуйте! В эфире на ЛРТ Плюс программа ТОП ЛАТГАЛИЯ. Я Лариса Кириллова и, как всегда, в это время говорим об самых актуальных и обсуждаемых новостях в Латвии и, в частности, в Дауглополсе. И сегодня главной темой нашей программы, несомненно, станут события, произошедшие в Дауглополской городской думе буквально вчера. И я представляю сегодняшнего гостя своего. Это первый вице-мэр Дауглополской городской думы Янис Лачплисис. Добрый вечер, господин Бачплисис. Здравствуйте! Ну, по традиции, начинаем программу с обзора городских новостей. 1 июля в законную силу в Латвии вступают поправки к законам об административной ответственности и правил дорожного движения. За часть совершенных правонарушений теперь придется платить больше. Больнее всего поправки ударят по мелким нарушителям – водителям мопедов и водителям в алкогольном опьянении. За крайне тяжелые нарушения физическое лицо может быть наказано штрафом до 2 тысяч евро и лишением прав на 5 лет. Юридические же лица могут расстаться с 7 тысячами евро. С 1 июля существенно увеличивается штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и бегства от полиции. Поправки подразумевают, что за непослушание лицам, которые уполномочены проверять документы водителя, за игнорирование требования остановить транспортное средство, водителям может быть заштрафован на 240-400 штрафных единиц, то есть 1200-2000 евро, а также лишен водительских прав на 5 лет. Сейчас за подобное нарушение водителям грозит административный арест на 10-15 суток, штраф от 1200 евро до 1400 евро и лишение прав на 4 года. Увеличенный штраф за обучение езде в состоянии алкогольного опьянения достанется и пьяным велосипедистам. Если концентрация алкоголя в крови будет превышена 1 промиллю, но не превысит полутора, велосипедист будет наказан 24 штрафными единицами, то есть 120 евро. Водители других транспортных средств заплатят от 850 до 1400 евро и лишатся прав на 3 года. В свою очередь, если речь идет о более серьезном опьянении, то велосипедисту придется заплатить штраф уже в размере 170 евро, а водителям автомобиля от 1200 до 2000 евро. Такой же штраф применяется и за управление, находясь под влиянием наркотиков. Самый крупный из возможных штрафов – 1400 штрафных единиц или 7000 евро – грозит юридическим лицам за невыполнение владельцам обязанностей на дороге, которые указаны в нормативных актах. С 1 июля ношение защитных масок в общественном транспорте больше будет необязательным. Это предусматривает одобренные правительством изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19. Также утвержденные правительственные поправки предусматривают, что с августа на мероприятиях вне помещений смогут собираться до 3000 человек. Изменения предусматривают и отмену ограничений по времени на мероприятиях под открытым небом, но при этом сохранены ограничения по времени на мероприятиях в помещениях. 2 июля в Дагубинской городской думе состоится внеочередное заседание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об изменениях в составе Совета предприятия Дагубин Силтумтыкли. На повестке заседания значатся два вопроса – отзыв члена Совета предприятия Дагубин Силтумтыкли и выбор нового члена Совета предприятия. В настоящее время в состав Совета теплосетей входит три человека – ведущий работник предприятия Валерий Мягких, руководитель отдела по надзору за капитальными обществами самоуправления Евгений Олинов и руководитель финансового отдела Дагубинской городской думы Эдита Упеницы. На внеочередном заседании Комитета по развитию на рассмотрение депутатов было предложено три варианта карты горожанина. В отличие от других самоуправлений в Дагубинске таковой до сих пор нет. Реализация проекта по введению данной карты обойдется Дагубинску в 300 тысяч евро. Заявки на государственные кредиты самоуправление должны подать до 1 июля. В случае положительного решения внедрение карты горожанина в Дагубинске начнется с сентября текущего года и завершится в сентябре 2021 года. Планируется, что карта горожанина будет единой многофункциональной персонализированной бесконтактной картой, которая будет действовать при расчете в городском общественном транспорте для учета и контроля питания школьников, а также будет картой программы лояльности в бюджетных учреждениях самоуправления. 29 июня большинством голосов мэром Дагубинске был избран Игорь Прилатов. Господин Лачпельсес, почему Латгальская партия поддержала предложенную МУСу партии кандидатуру? Именно эту кандидатуру? Ну, во-первых, в свое время мы сами передали инициативу партии МУСу партии, чтобы они подбирали кандидата на должность председателя Думы. И нашим условием было, что кандидат, которого они предложат, должен иметь поддержку как минимум восьми депутатов, а лучше больше. В итоге проголосовало 11. Поэтому не было никаких причин этого кандидата не поддержать. МУСу партия выполнила свои задачи, Латгальская партия приняла. А можно ли тогда говорить о том, что вы поддержали бы любую кандидатуру, которую бы предложила МУСу партии? Нет. Мы же не сказали, что МУСу партия должна привести депутата, которого поддерживают два или больше депутатов. То есть шесть как бы голосов Латгальской партии приходит автоматически. Конечно, что поддержали восемь. А это значит каждый из наших депутатов тоже имел свою точку зрения и отношение к предложенному кандидату. Поэтому так просто и не проходили дебаты, и у каждого были свои вопросы, свои проблемы, которые надо решить. И тут не так легко и было МУСу партии вложиться в предполагаемый срок. Но в свое время к Игорю Прилатову, как и к первому вице-мэру, как и просто к вице-мэру, было очень много вопросов. И медленное продвижение на стадии согласования проекта по строительству ТЭЦ, ну на ТЭЦ-3 новой котельной. И авансовые платежи, выплаченные моды с БУС в размере 300 тысяч евро. Были и другие вопросы. Тем не менее, вы получили на них ответы в течение, по крайней мере, прошедших двух недель? Ну, на большинство этих вопросов мы получили ответы намного раньше. Когда работали Думы, по некоторым из них создавались комиссии, которые смотрели эти материалы. Поэтому здесь ничего неизвестного, ну или почти ничего неизвестного, что было в работе Думы, нельзя было узнать. Правда, за последнюю неделю, пока я был председателем Думы, я узнал некоторые новости. Но это больше касается работы предшественника, господина Врилатова, чем его самого. Ну, а политически наша установка была простая. После выборов июня 2017 года, ну, сложилось, как бы, для нашего города, на наш взгляд, ну, ситуация просто катастрофическая. Тандем Элксенча и Эйгема — это, конечно, катастрофа для нашего города и большая беда. Мы делали все, чтобы этот тандем сначала разорвать, потом влияние их уменьшить, и на этот раз была предложена кандидатура, у которой, ну, наконец-то, руководство города должно быть выбрано такое, что оно не зависит ни от Элксенча, ни от Эйгема. И не воспользоваться такой ситуацией, не дать шанс и карт-бланш молодому депутату, ну, было бы неправильно. Перед господином Прилатовым какие вы задачи поставили? Ну, я так понимаю, что в течение двух недель шли переговоры. Вы сказали, нелегкие, по-разному было, да? А все-таки какие задачи поставили? Ну, я, может быть, немножко коснулся вот того, что стало актуальным буквально вот неделю исполнял обязанности председателя Думы сама, да? Ну, вот та ситуация, которая с Раддумом, да, что его собираете закрыть на месяц — это, ну, это как бы иллюстрация отношения, да, к решению вопросов. Так быть не должно. Ну, да, понимает все-таки, как мэр, готов участвовать в решении этого вопроса. Самый там больной вопрос, я не знаю, тут уже на пресс-конференции рядом со мной сидел господин Олокшнич, смотрел в глаза избирателям, то бишь, наверное, в ту же камеру, и говорил, что все, тариф водоканала повышаться не будет. Да, не отозван тариф водоканала из регулятора, и, конечно, если его не отозвать, он будет повышен. Вот буквально сегодня капитал Сабедриева Парвелда, уже новый исполнительный директор, наконец-то будет принимать решение о том, чтобы отозвать, да, и, конечно, мы говорили с господином Придатовым, что так быть не должно, и да, он сказал, что будем решать, и не будет никакого повышения тарифа на водопроводоканализацию. То есть, а то, что на третьей станции происходит, да, это, ну, стратегически важный для города проект, да, это котельная на Щепе, то есть там происходит полная замена всего проекта, там реально ничего не остается из того, что было в проекте. Все оборудование, котлы, транспортировка, экономайзер, то, что есть дымовой выловитель, все меняется. Все. Ну, если кто-то скажет, что, ну, есть желание, поменяется, на все, на все подали заявку на замену строителей, в принципе, да, и подали ж не так, еще оказывается, и многое из этого уже купили, да, то есть, хотя официального соглашения со стороны тепловых сетей нет, значит, есть неофициальное соглашение, или непонятно, как тогда этим проектом управляют со стороны тепловых сетей, и построить место в котельной, которая запроектирована, котельную, которая, ну, неизвестно как будет работать, хотя там можно выдать любую справочку, это значит в перспективе потерять европейское финансирование, 5 миллионов. Ну, господин прилатов отнесся с пониманием этой угрозы и сказал, что будет следить строго, чтобы все было сделано по проекту, и никаких проблем с реализацией этого проекта не было. Ну, то есть, это такие самые-самые основные задачи. То есть, еще в этот проект вмешаться можно? Можно строителям на вид поставить, что так делать нельзя, и у вас так не получится? Конечно. Такое строители могли начинать делать только тогда, если они имели полное представление, что заказчик на это готов и согласен. Ну, слава богу, то есть, еще, правда, не знаю, еще может оказаться, что все-таки есть и какие-нибудь письменные разрешения, да, но пока их нет, и, в общем-то, еще не потерян этот проект для города. Хорошо. За кандидатуру Игоря Прилатова и Ливии Янковской, которая была избрана в должность вице-мэра, проголосовали 11 депутатов, в том числе и представители Саскани. На ваш взгляд, можно ли говорить о создании широкой коалиции? Ну, я бы скорее сказал бы, что говорить о широкой коалиции рановато, потому что при обсуждении кандидатуре господина Прилатова присутствовало только 9 депутатов, и никого из партии Саскани там не было. То, что они проголосовали, это хороший сигнал для нового руководителя думы. Возможно, это говорит о том, что в Саскани, в Долгопилске Саскани происходит раскол. Что есть группа депутатов, которые желают сотрудничать и участвовать, возможно, как вы говорите, в широкой коалиции, но с ними тогда надо говорить, им самим надо определиться. Есть группа, которая, как обычно, настроена на деструктивную работу, в принципе, популизм, и им надо свои отношения выяснять. То, что вопрос есть, это однозначно. Ну что ж, буквально через минуту вернемся к этому разговору. Продолжаем говорить о политике по-даугу в Пилске. Янис Антонович, возможно, уже подписан какой-то коалиционный договор? Или не будет никакого договора, будете просто работать? Мы с коллегами договорились о принципах, о понимании ситуации и о путях решения проблемы. Пришли к общим знаменателям еще на том этапе, когда восемь депутатов подписали заявление о снятии господина Элксенча и продолжали этот разговор и уточняли мнение, согласие, несогласие. В чем-то мнения разошлись, но все равно нашлось как минимум восемь депутатов, которые были голосовать за господина Прилатова. И в итоге даже их проголосовало одиннадцать, в принципе, да. Но подписывать какие-то бумаги, ну, нет смысла, потому что юридического основания не имеют. Если работа не получается, то она все равно не получится, в принципе, да. Я думаю, что уже набрались даже и молодые политики за эти три года достаточно опыта и понимают, что к данным обещаниям надо подходить ответственно, иначе будут проблемы. Я верю, что за этот год в состоянии группы депутатов работать и решать самые сложные задачи, в принципе, не доходя до каких-то конфликтных ситуаций. Если мы возвращаемся к вопросу чуть-чуть назад, все-таки насколько велика была необходимость вот перемены ситуации в самоуправлении? Если бы этого не произошло, к чему бы мы пришли бы? Я же говорю, вот буквально неделю заменял господина Елксенчева, и тут вылезли вот на стол, легли три проблемы. К чему бы это пришло бы? Ну, я думаю, что к тому, что мы бы на котельной ТЭЦ-3 рано или поздно потеряли бы 5 миллионов. Получили бы вместо хорошей котельной, неизвестно что. То, что у нас 300 тысяч модусов, в принципе, так и висят, и еще достаточно долго будем за них бороться, тоже не новость, в принципе. То, что больница, хотя и на хорошем счету, в Министерстве здравоохранения за последнее время они в кризисной ситуации достаточно хорошо все реагировали, но финансирования дополнительного как нет, так и нет. Не то, что нового дополнительного, даже долг под тем с половиной, который миллионов есть, так и не вернули. Боюсь, что так бы и остались бы на непонятном таком отношении. Да, вроде отношения нормальные, а финансирования на развитие нет. То есть, ну и проблемы, их шли бы только комом, в принципе, да. Ну и принимать решения уже в такой ситуации, когда видишь эти проблемы, в принципе, уже понимаешь, что не можешь не вмешиваться в работу своих коллег, иначе будут проблемы у города, в принципе, ну, такая не могла продолжаться. Ну, надо честно сказать, что происходящее в самоуправлении события жители оценивают неоднозначно. По большому счету, людей понятно, они хотят стабильности и хотят видеть четкую перспективу развития. И точно не хотят, ну, развития такого сценария, как сегодня мы наблюдаем в столичном самоуправлении, да, где никого нет, есть внешний управляющий, и к чему приведут выборы, тоже неизвестно. Можно ли сейчас вообще говорить о том, что деструктивный период, деструктивный период был завершен, и в течение ближайшего года, ну, скажем так, ново-старая команда будет работать, сообщая, конструктивно? Ну, такого оптимизма я, как бы ни хотел, испытывать не могу. Я не верю, что у нас не останется там хотя бы несколько депутатов, которые будут заниматься откровенно деструктивной работой. Распространение лживой информации, передергивание фактов, ну, что уже восьмой садик показал, в принципе, да, и можно и о других публикациях высказываться. Детский сад не закроют. Ну, так и закрывать никто не закрывал, в общем-то, да. Поэтому не верю, что такое будет. Я просто верю в то, что группа депутатов, которая хочет работать конструктивно, ну, окажется не меньше вот тех 11, которые проголосовали за господина Прилатова. А это уже, как бы, большая команда. А если их еще окажется и 12 этих человек, там, или еще больше, то, ну, сложно там двум-трем горлопанам, в общем-то, да, выступать против 12 депутатов. Они представляют практически всех избирателей города. Еще один вопрос. А произошедшие перемены, повлекут ли они за собой кадровые перестановки, там, в структурах самоуправления, на предприятиях муниципальных? Я думаю, не очень значительно. И, конечно, есть люди, которые, ну, потеряли доверие руководству, у которых есть проблемы с работой, с отношением к работе, да, но чисто таких больших перемен нет. Ну, есть должности, которым, ну, работникам, которые должен не только быть профессионалом, которым он должен доверять. Я всегда, вот, например, говорю, пусть не подумают, не возьмут на себя там конкретный работник, что, допустим, юристу своему ты должен доверять как священник или как душеприказчик, но что он все равно принимает решения, за всеми которыми ты не можешь уследить и не можешь быть более компетентен. Да, потому что, поэтому, да, будут какие-то перестановки, но очень небольшие. Я думаю, что юридического департамента может не коснется. Я думаю, что Руслан Голованин... Не-не-не, не надо, это не в адрес конкретного работника, это, ну, просто как бы пример. И таких несколько, несколько моментов, да, таких, где без доверия нельзя. То, что касается членов правления, ну, там процедура немножко другая, но сегодня держатель акции исполнительный директор, и здесь много будет зависеть от того, как он будет оценивать действия и работу каждого предприятия. Если с водоканалом, скажем, вопрос по неповышению тарифа решается, то, возможно, нет никакой необходимости там принимать кадровые перемены. Значит, что на самом-то деле вопрос о поднятии тарифа был не хозяйственным, а политическим. Ну что ж, продолжим говорить на эту тему буквально через несколько секунд. Сегодня Дагуэплс реализует проекты, которые были написаны 5-6 лет назад и под которые было получено финансирование в 2016-17 годах. В 2021 году наступает новый период планирования. И на финансирование каких проектов может рассчитывать Дагуэплс, есть ли они вообще и велась ли в последние вот эти годы работа над подготовкой проектной документации для последующей подачи проектов, ну, соответствующей институции. Янис Антонович, есть ли вообще что подавать? Ну, если кто-то хочет заглянуть в будущее города, то надо посмотреть стратегический план развития города и территориальный план развития. Это документы, которые на ближайшие лет 10-12 определяют главные направления, по которым надо двигаться и как развивать инфраструктуру, и какие будут приоритеты в работе, и даже по отраслям расписано, где мы будем заниматься производством, где будем отдыхать, где будем учиться, как будем лечиться. Все там расписано, да, а если уже доходить до более конкретного решения, конечно, во многом будет зависеть от того, какой договор Латвия заключит с Брюсселем на следующий период планирования. Национальный план развития, который уже был на стадии утверждения, сейчас выносится на корректировку в связи с ситуацией с COVID-19. Какие эти будут изменения? Вот сейчас очень важно как бы не пропустить этот момент, потому что они какие-то возможности закрывают, но предлагают другие направления и финансирование, и развитие, и важно их не пропустить. Ну, на мой взгляд, вот такие как бы большие инфраструктурные объекты, они все равно останутся. Мы уже, ну не знаю, лет 15 же строим наш культипровод, да, даже, наверное, больше первые построили вот там за депо, да, еще Алексей Антонович Давский, тогда это путепровод в первую очередь построили, потом улица Латгалес, и сейчас еще путепровод там через улицу, ну, железнодорожная Смилшу, Смилшу, Смилтинес, да, и остается до Кандавас, и смотрим в сторону стации улицы, по выходу на вальню туда, на по крепости, то есть эти проекты есть, и будет зависеть от того, как их вписать в следующие планы развития, национальное право развития, и договор с Бреселью по финансированию. Думаю, что будут средства в программе фонда Кахезии так или иначе, и не может случиться так, чтобы вы не получили. Очень большой проект – это проект аэропорта, но здесь надо идти другими путями финансирования, и ситуация с кризисом, она может даже и помочь, потому что это рациональный путь, ну, получим европейское финансирование, построим, не пройдет. Да, здесь нужны другие программы, а сейчас появляются возможности привлечения средств как раз по другим программам, и если нам на следующий год удастся получить, а вероятность достаточно большая, что нам это удастся, получить деньги на разработку технического проекта, то уже с большой долей уверенности можно будет говорить, что проект пойдет вперед, его не остановит. То есть мы очень скоро об этом узнаем, даже не дожидаясь документов следующего периода планирования европейских денег. Хорошо, но если мы… Это проект – это долгосрочная перспектива, но если мы говорим, вот уже сейчас на подходе, вот как горячие пирожки, есть такие проекты у нас, или эти три года были, ну, бездарно потеряны? Большого запаса проектов нет. Будем говорить так, на сегодняшний день можно взять то, что или вдруг по каким-то причинам что не удалось реализовать, или то, что, ну, не вписалось, вот заканчивается период планирования в эти программы. Да, дорабатываем мы на следующие, там, дополнительные финансирования, желаем построить еще один производственный корпус, который сдать в аренду предпринимателям, достаточно большое здание, и здесь приходится догонять именно на стадии подготовки проекта, да, технического проектирования, успеем мы или не успеем. Я надеюсь, что успеем, да, но тут уже, правда, в последний вагон вскакиваем, да, и рассчитываем на дополнительное финансирование из таких больших. Ну, есть возможности сейчас, вот, в связи с кризисом, на дополнительное кредитование уже, как бы, условно готовых проектов, но это в основном сейчас делаем коммунальные объекты, где достаточно высокая готовность к ремонту улиц, там, твердое покрытие, где было гравийное покрытие, то есть есть возможность сделать, сделаем, я думаю, что дом на шаура, который многие годы как-то не получалось профинансировать, проект лежал, да, вот есть проект, высокая готовность, можно его сделать. Попытаемся получить финансирование на дом на Гайсмас-7, и через эту программу тогда никаких вопросов со сдачи этого дома эксплуатации, но с завершением его, да, быть не может. Говоря о улицах, улицу Ригас, вернее, ну, этот участок в 300 метров, можно сдавать эксплуатацию? Ну, это не проект какой-то большого перспективного развития, это чисто бучетный проект. Ну, если теоретически смотреть на вопрос, я не буду ответить, ну, практически-то люди-то там уже ходят, в общем-то, даже отдыхают, да, принимают его, или не принимая по документам, да, он уже работает, сделать так, чтобы неудобства и какие-то огрехи не портили людям настроение, надо обязательно, да, а уже проверить, чтобы не повторять такие ошибки, в принципе, да, и разобраться тоже надо обязательно. Но если есть какие-то, действительно, огрехи конкретных, исполнительные, они тоже должны за это понести ответственность. Поэтому там все на виду, каждый горожанин все видит, что ты там будешь обманываться, дурить, в принципе. Ну да, ну что ж, на этом ставим многоточие, разговор наш с вами не прекращаем, поэтому ждем вас в студии уже в следующий раз. Ну а на этом все, до свидания, всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok